Ну что, трудяги, всем здорова. Небольшая пауза от своей уборки. Оказался я в хозяйстве, где работает Тором 785. Сегодня посмотрим его в работе. Услышим реальный отзыв человека, который на нем работает. Хороший аппарат. Поползли. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Василий. Очень приятно. Ну что, посмотрим, прокатимся. Так, не закрыл, да, наверное? Закрыл? Так, выключим пока радио, да? А, это все там, да? Ага. Обороты двигателя малых для комбайнирования. Все, Сараси. Ну что, начнем о комбайне? Давай. Какой сезон? Первый. Первый. До этого на чем работали? На классе. Класс. Класс старенький, наверное, был, да? Один новый первый, второй, да. Новый и старенький был? Да. В общем, есть с чем сравнить. Ну да. Ну, плюсы. Начнем с плюсов по сравнению с классом. Какие отличия? Комфорт получше. Мощность комбайна лучше. А там по характеристикам такие же были примерно? Нет. Меньше были комбайны. А, меньше, да? Да. Так, это поле мы по полегшей, да, культуре работаем? Да. Это у вас градом сильно побило, говорят? Ветром градом, да. И оно все поле такое, да? Да. А сколько гектар в поле? 220. 220. Угу. Вот впечатление, вот как он позиционируется, это же наш комбайн получается, да, российский? Ну да. Есть у него будущее? Есть у него предпосылки, чтобы заменить импорт вообще? Да, я думаю, да. То есть все возможно? Конечно. Никаких нареканий, ничего нет? Пока нет. Так, а сколько он моточасов отработал на данный момент? Видно там? 89. 89 моточасов. Что-то произошло с ним за это время? Нет. Нет, да? В эксплуатацию ввели, как бы все сразу, все понятно, все доступно, да? Да. Ничего сложного. Все объяснили, привет. А все регулировки, все из кабины, никуда лазить не надо, да? Никуда ничего, тыркаться, подкручивать. Ну, надо все равно решать, не стану регулировать, да? Ну, надо все равно. Ну, основные все в кабине. Ага. Ну, там, получается, вылез, один раз делал и поехал. Да, да, да. А вы в паре с кем тут все работаете? Получается, старичок Дон, я глянул. Да, уже 2007 год. 2007. У нас 2005-го. У него там ремни сзади, я посмотрел, да? Удана. Удана. На нем лежит. Ну, возят забрать. А, это он как транспорт еще, да, используется? А я думал, чисто на ремонт. Нет. Нет? Ну, он тут как ремень в поле порвется. Но он для всех возит. Нет, только для себя. А, это только для себя у него столько? Да. Там не трех. Я понял. А тут, то есть, как бы... Мы с собой ничего не будем. Даже ключей. Даже ключей, да? Какой Кира есть? 525-й. Нет, я работаю на 742-м. Ну, это с Тутаевским, да, двигателем? Да. А про него что скажете? Классный. Мощность, вода. А про Тутаевский двигатель? Ну, есть недочеты. Все говорят, это прям конструктор. Своеобразно. А вот на моих, у кого нет. Какая производительность у комбайна, если по борткомпьютеру смотреть? Смотрели же, наверное, да? Не смотрели еще? Ну, то есть, тут от объема, да, вот, надо сделать это в поле, его сделали. Сколько выбразилось уже на элеваторе, да, увидеться? Ну, да, вечером. Ну, самый большой, вот, я на нем попалачу. За день. 248-го. Ну, 250. Ну, да. Это, получается, смена сколько? Часов в 11, наверное, начали и закончили. Полдесятого вечера. Полдесятого. С 11. Тебя тоже ждете, да, раса, все дела? Конечно. Мы тоже поздно начинаем. Бак солярки съем. А в баке сколько? По-моему, тонну сто. Тонну сто в день выду. Да, еще и привозили не хватило. Еще и привозили. А у него вот эта жадка чуть-чуть вперед же выдвигается, да? Чтобы подобрать. Водовило? Да. Водовило, да. А, я ее жадкое позвал опять. Ну, ладно, торможим. А метраж тут сколько? Девять. Девять метров. А на классе сколько было? Метров семь? Семь, семьдесят. Семь, семьдесят. Ну, то есть... И девять, тридцать. Тут уже, тут захват уже такой, да, солидный. Ну, да. А какая мощность я бездарможу? Двигатель? Да. Пятьсот двадцать. Пятьсот двадцать лошадиных сил. Ну, я думаю, хватает за глаза, да? Да. То есть вот когда большой объем туда заскакивает, да, все равно стук какой-то происходит. Ну, конечно, тяжело установить. Ну, немножко небольшая на двигателе. Тут получается два ротора, да? Один ротор. Один. А, один. Ну, он справляется за глаза. Да. Тут урожайность какая? Центер в тридцать-сорок? Да, как побольше. Побольше? Центер в восемьдесят. Восемьдесят? О-о-о. А я смотрю так, как будто реденькое. Или зерно крупное. Классов большой. Холод большой, да? И какая скорость у него? Четыре, два. Четыре, два. А то, что вот в паре работаете, вот он впереди ползет, не догоняете? Сейчас догоню обгоняю. А, обгоняю. А как вы его обгоните? Не уступит на дорогу. А, то есть он сзади смотрит, да? Ну, в зеркало он понимает. Ну, отсюда попрошу, скажу, что он поступит. А что, старичка не отправите на пенсию? На нем старичинка работает, на новом не хочет. Не хочет? Ну, говорили, да? Предлагали? Конечно. Правильно. Я буду до конца на него. А-а-а. Он у него новый будет сейчас. Он с новья тут работает в хозяйстве, да? Да. А, это он как новый получился, так он тут и... Да, 2007 года. 2007 года выпуска, 2008 года ввели в Санатарке. И, ё-моё. Вот он на нем до сих пор работает. Вот это ретро. У него каждый сезон, да, чинится, все делается. Один. Да нет. Красавчик. Ну, этот, я думаю, будет тоже долг служить. Посмотрим. Не пожалели, что сели на него? Да нет пока. А что тут жалеть, да? В кабине чисто, пыли нету. Пыль нигде, да, не просачивается? Так бы, если что-то было, уже бы маякнуло бы, да? Конечно. Кондиционер. А кондиционер можно настроить, да, типа, поменьше? Открыли бы. Как, климат-контроль, да? Климат-контроль, да. А-а-а. На тип модели кондиционера я не знаю. А сколько ж удана рабочая скорость? Не мерили? Четыре. Пять. Четыре-пять. Ну, как и тут, да? Ну, да, чтобы не уже открылся. Там шесть. Шесть, да, да. Так, индикация срабатывает, да, когда бункер заполнен? Конечно. А он на скольки, прям в ста процентах? Или там остается еще с запасиком? Остается чуть-чуть, я датчики на все поднял, чтобы больше тоннажа. А сколько туда тоннаж влазит? Не мерили? Не пробовали? Девять тысяч тонн. Это пшеница, если? Да. Ну, там, получается, 12 тысяч литров, да, написано, 9 тонн пшеницы. Ну, ищменя, наверное, тонн 8, да? 8 с половиной? Пока не могу сказать. Первый сезон пока, да? А на ходу выгружались хоть раз? Да. Нормально? Да. А посредством чего, комбайн сам едет и КамАЗ едет? Да. В процессе ему большой, ему не проявится. Не, я имею в виду, может, какая-нибудь система в КамАЗе стоит, чтобы он сам это... Не, не, водитель по раду. Водитель, да? Водитель по раду. А то я видео смотрел, там у них, получается, техника тракта рядом стоит, он как присасывается как-то к комбайну и рядом что-то. Это какая же длина-то улшнека, хрен знает где. Ну да. Высота, вроде, 5 метров. Пятерка, да? Значит, специально так, перекручки, наверное, сделано? Ну да. У вас нету? Это КамАЗ, я будет забит полностью, практически, да? По одному обуву переводится? Класс? Да. Так, сколько прошло, минуты две? Да, где-то. То есть моментом, да? Да. Чуть-чуть антеннку, да? Шпык, и пошел. Так, это что, сигналку, чтобы запустить? Сигнал, да, что он предупреждает, что комбайн запускается. А там это, можно выбрать, да, пшеница, азима, я смотрю, надписью, все круто, да? Ну каждую культуру, да, он под культуру перестраивается. А он будет рассчитывать влажное, что-нибудь такое? Нет. Нет, да? Ну да, новый есть, новый. Ну, я знаю, в одном хозяйстве, ребята, молодили один сезон, но они молодцы, зимой. Одну лампочку? Ну да, еще и зимой, наверное, кукурузу. Вот на этом. Вот так он. А зимой нормально? Все, заводится, все дела? Нет, я у них не спрашиваю. Не спрашиваю. А Дон-то обошел. Это он еще бункер не набил, да? Нет. Нет? А вы уже не спешите. Ну, блин, да, производительность. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, народ? Сейчас расскажем общий момент. Так, это тоже все с кнопки, да, пошло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А эти работают нормально? Да. Я просто смотрю, некоторые чуть больше завернулись, чуть меньше. Бед, не влияет? Да нет. А краска стерлась сразу практически, да? Нет, я уже легко как полотел. А, ну 80 метров часов. А по зубьям, если смотреть, сложно их потом менять, в случае чего? Пальцы? Да. И нет, вот два болта. Они не клепаются, да? Они на болтах и все. Да, да, да. Ну, ништяк. Пальцы снимаешь, сегмент меняем. Я понял. Ладно, Василий, спасибо за рассказ. Спасибо за продемонстрированную технику. Слушай, а она чуть-чуть, это, кривенькая, это нормально? А? Кривенькая, это нормально? Вот это плотно, это соевый стол, когда это. А, понял. В общем, друзья, смотрите сами. Шух, ну а этот старичок, то он молотит. У нас такой же. Сейчас поеду в хозяйство свое. У нас там дождик просто прычнул. Дед и внук.